Всем привет! Сегодня я вам буду показывать херню! И начнем мы вот с этой херни, которую я купил, она меня заинтересовала. И сейчас объясню чуть-чуть такое, короче, здесь один поролон дальше. Нас интересует, это насадка 532 нм для удаления татуировок и, короче, пегаментных пятен. Она, короче, вот такая вот шляпа. Ну, короче, сегодня мы ее сейчас, сейчас мы ее прям разберем, вот возьмем прям вот так и разберем прям вот. Просто искал информацию в интернете, что там внутри содержится. Меня прям просто давно интересовало, прям вот смотрел, думаю, что же там внутри не юит. То есть эта насадка удваивает, удваивает частоту 1600 нм, по-моему. Да, 532 нм. Ну чё ж, поехали. Самое вкусное на потом. Вот, здесь, конечно, ничего не видно, это тупо наконечник. Блин, Дина. Ну и вот, здесь тоже особо-то ничего не видно, видно, зелененькое окно. И... Эх ты, блин. Так, вот, закручено реально, блин. Не понял. О! Так, вот, телефон задолбал, вот. Майцы фигняют. Так, моменты истины. Да-да, есть кто не знает, это для... Для яга лазера. Ну, можно знать такой парт. Так, ну чё, чё мы здесь видим? Здесь стоит этот самый, блин, кристалл. Титанита, титанит, фосфат, колье. Ну, то есть, как и... Короче, такой же кристалл-удвоитель чистоты, как и в лазерном касках, 532 нанометра. То есть, только там он очень маленький, довольно-таки. А здесь он побольше такой, скажем. Конечно, он поляризируемый. Ну, то есть, это самое... Поверх него нанесено зеркало. И, с другой стороны, тоже нанесено зеркало. То есть, когда в него луч попадает, это самое, он внутри него бегает туда-сюда и потом только выходит. Уже. То есть, вот так он выглядит. Сам кристаллик. Это активный элемент является. То есть, активный элемент-преобразователь. То есть, кистанил, фосфат, калия. Вот так. Конечно, для чистоты экспериментов мы открутим его тоже, чтобы показать, как говорится. Китайцы, конечно, здесь левых дырками сверлили. Кстати, болты разные почему-то. Это тоже из-за доброты наших китайцев. Стоп, или он, или он таким образом выравнивали. Здесь, кстати, нихрена нету. И вот тут. Он реально маленький. Ну, как сказать... Чуть-чуть больше вот этой люмишки. Так, сказать, немного выпирает. То есть, вот такой кристалл-удводитель здесь стоит. Так, сейчас, конечно, это все дело закручу, чтобы не потерять в нишний раз. То есть, он удывает частоту до 532 нанометра. Вот клип. То есть, он конвертирует невидимое излучение, видимое. Ну, есть кто не знает. Так, просто я давно думал уже разобрать такую насадку. Там ниточка стоит. Сейчас мы ее тоже двинем. Хотя, хрена, может быть, не линочка, может быть, зеркало какое-то. И, кстати, она нифига что-то не откручивается. Я знаю, что такие штуки очень любят хорошо завинчивать. Закручена, кстати, пластмасской. Руками, конечно, ее постараюсь не брать нафиг. Вдруг это действительно зеркало. А не линза ни хрена. То есть, это самое есть. Чуть запачкать его, то будет полный капец. Так. Бастер, как на грех. Нет ничего, никаких. Чем был вытрешен. Ладно, фиксим. Будем аккуратнее. А теперь надо какой-то листочек. Что-то, конечно, уже на линзочку не особо похоже, конечно. Больше похоже на какое-то то самое. Какое-то больше зеркало похоже. Не подготовиться нифига. Ну чё ж. Лучше его, конечно, как-нибудь прижать. Могу вывести, перевернется. Чё, и хрен задать, чё будет. Чикассия. О! Там ничего больше нету. Так. Да, это линза. Это линзочка. Только, конечно, нифига себе. А, чтоб, это же у меня прожектор такой. Вот квадрат и фокусирует. Да, сверху она наполена фиолетовым. А, с другой стороны, она тоже фиолетовая, кстати. И она, так сказать, зеленоватая такая. Единзочка. Да, она такая зеленоватая. Так, кстати, её здесь особо не перепутаешь даже. Это уже к лучшему. Так, а сам кристаллик он? Да, и сам кристаллик зеленоватый такой. КТП. Ну, в принципе, как и в лазерных угасках, только в лазерных угасках, я уверен, что никто его не разогрел, потому что он очень мелкий. Так, ну чё ж. В принципе, всё. Кому-кому было интересно, смотрите подобные. Спасибо. Спасибо. Спасибо.